В этом пространстве нужно соблюдать очень много факторов. Обратите просто внимание, какая красота, какие классные ручки. Она создана для того, чтобы кайфовать и здесь уютно находиться. По-моему, дизайнеры у меня молодцы. Есть ощущение, что попадаешь в колодец, то есть такая чисто мужская территория. Есть меч 6 века, и не нужно было каждый раз разжевывать что, куда, зачем, почему. Какие-то такие вот фишки есть. Самое лучшее решение в этом интерьере. Бонжорно! Мы сегодня находимся в Северной Азарова. Здесь наши клиенты реализовали свой дизайн-проект самостоятельно. И мы приехали снять, как у них все это получилось. Давайте посмотрим. Сейчас находимся в коридоре, где высота потолков у нас порядка 4,5 метров. Помещение небольшое, и за счет того, что такие высокие потолки, есть ощущение, что попадаешь в колодец. В колодец. Где водяной? Если бы он утонул, это была самая глупая смерть в мире. Чтобы избежать этого ощущения, мы разделили стены на два уровня. Верхняя часть наверху светлая, нижняя часть более темная. Это сделано для того, чтобы немножко занизить визуально потолки и сделать атмосферу более уютной и камерной. Идем в гостиную и посмотрим, что там. Бонжорно! А это у нас гостиная. И в этом помещении нужно совместить очень много функций. Это функция посидеть, посмотреть диван. Это посмотреть на камин посидеть. Это кухня. И это, конечно, столовая зона. Здесь у нас спрятана кухня. Кухню спрятали мы в нише. Для того, чтобы из коридора, из зоны дивана ее не было видно. Как раз здесь у нас встроено два больших холодильника. Здесь у нас есть посудомойка, мойка, вытяжка, плита, духовка, СВЧ. В общем, полностью всем оснащена. Кроме этого, есть у нас барная стойка. И зона, где пообедать. Но самая фишка всего этого интерьера, это в том, что у нас есть выход во двор. И летом, весной и осенью можно накрывать стол на свежем воздухе. И, по-моему, это самое лучшее решение в этом интерьере. Сейчас получил обратную связь от клиентов, переговорил с ними. И сказали очень интересную такую информацию, что благодаря нашему проекту ремонт получился очень простым. Потому что это, на самом деле, у них уже второй ремонт. Первый они делали самостоятельно. И здесь они приезжали всего лишь раз в две, в три недели выбирать какие-то выкрасы, там еще какие-то вопросы. Все остальное было технически решено и строителям понятно. И не нужно было каждый раз разжевывать, что, куда, зачем, почему. И они говорят, как здорово, что у нас был хороший проект, и мы по нему смогли реализовать всю эту красоту. Это у нас гостевой санузел. Здесь вот такая вот красивая акцентная раковина, встроенная получается между стен. Обратите просто внимание, какая красота. Какие классные ручки. Здесь у нас есть также душ, унитаз, хозшкаф и спрятаны стиральные сушильные машины. То есть для них тут целый большой-большой такой вот отсек. И очень такое вот важное место в этом доме – это кабинет хозяина. Было принципиально, чтобы где-то в той площади, грубо говоря, в тех квадратных метрах, выделить место, где мог бы хозяин уединиться, покурить свою трубку, поиграть с друзьями в шахматы и просто пообщаться с друзьями. Поговорили? В шахматы играли. В шахматы? В шахматы. В шахматы. Поэтому такое место мы нашли. Здесь хозяин как раз этого дома коллекционирует оружие. есть меч шестого века, японский самурайский меч шестого века. Представляете, какая ценность этого меча? И кроме этого, есть просто шашка. В этой зоне можно пообщаться с друзьями, поработать, что-то поделать. Но на самом деле, эта зона, скажем так, больше для курения каких-то табаков, дорогих трубок и для игры в шахмат с друзьями. 50 штук. 80. 100 штук. 250. 250. 50. 50. 50. 50. 50. То есть, такая чисто мужская территория. Сейчас находимся в детской комнате. Это то помещение, которое в ближайшие 15 лет будет постоянно трансформироваться. Пока здесь живет ляльчика. У нее есть игрушки, у нее есть какой-то там конь. Шкаф для одежды и так далее. Чуть позже она уже станет школьницей, поэтому нужно будет поставить обязательно рабочую зону. Будут стеллажи для книг и так далее. А потом со временем появится телевизор. Дети, уже поздно. Хватит вам смотреть телевизор. Я его выключаю. И чтобы не переделывать 150 раз комнату, нужно продумать все розетки и все сценарии жизни. Закладывайте побольше розеток, не экономьте на розетках. И продумывайте свет с разными сценариями включения, чтобы это могло меняться в ближайшие 15 лет. Что касается обоев, то сейчас на стене карта мира, на которой можно отмечать те места, где путешествовали родители с ребенком, делать какие-то закладки. Но со временем эти фотообои можно будет заменить на обои, на покраску стен, еще на что-то. То есть это комната, которая постоянно будет трансформироваться. Кроме этого, очень важен такой момент, что в этой детской комнате есть своя небольшая ванная. Ну как небольшая? В принципе, достаточная для ребенка. В общем-то, это у нас детская ванная комната. Что здесь есть? То есть есть унитаз, есть раковина. Раковина сделана невысокая. Это для того, чтобы у ребенка было удобно мыть руки. Со временем можно ее приподнять. То есть это все разбирается, приподнимается и проблем нет. Надо заменить будет только вот эти дверки и все по сути. Обязательно есть ванная. Дело в том, что ребенку душ как таковой не нужен. Дети любят плескаться в ванной, играть в игрушки. В общем-то, вот такая вот ванная. Обязательно сделана светодиодная подсветка, чтобы можно было ночью включать, и она не слепила в глаза. То есть продумано. Ну, вот какие-то такие вот фишки есть. Ну, а сейчас мы находимся в спальне хозяев. В этом пространстве нужно соблюдать очень много факторов. Жен-то должен сейчас же уйти. Нет, пожалуйста. Я хочу быть с тобой. А как же твоя жена? Ты ее видела? Она тупая, требовательная, страшно эгоистичная, особенно в постели. Куда-то прятать одежду. Кроме этого, должна быть ванная комната и так далее. Что мы придумали? Мы немножко уменьшили комнату. За счет этого сделали две гардеробных. Вот за этим зеркалом как раз у нас скрыта одна гардеробная. И за соседним зеркалом вторая гардеробная. То есть у каждого из членов семьи есть своя гардеробная. Кроме этого, есть ванная. И чтобы опять-таки убрать визуальную вот эту вот колодезность, когда высокие-высокие-высокие потолки, и кажется, что пространство очень высоченное, мы разделили стены на две части. Более светлую сверху и потемнее снизу. За счет этого визуально интерьер уменьшился по высоте. Но при этом объем воздуха не поменялся, и высота потолков осталась 4,5 метра. И здесь уютно находиться. По-моему, дизайнеры у меня молодцы. А это у нас ванная как раз в спальне хозяев. Посмотрите, какая красота. Такой вот бирюзовый цвет, золото и ванная с гидромассажем. Здесь она создана для того, чтобы кайфовать. Так, не забываем подписаться на наш канал, поставить лайк и написать, о чем еще нам снять следующий репортаж. Дайте обратную связь и напишите в комментариях. Спасибо вам, что вы со мной.